С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня выпуски. Профильный департамент берет на контроль процесс взаимодействия сторон по контракту на отсыпку участков для многодетных. Речь идет о землях в районе улиц Авиаторов, когда многодетные семьи смогут приступить к строительству домов. 69 образцовых семей из Ненинского округа получат медаль за любовь и верность. Кто может быть представлен к награде? Наступила пора отпусков, где за пределами региона предпочитают проводить это время жители округа. В Нарьинмаре начался летний сезон благоустройства городских дворов и улиц. Когда преобразится заполярная столица и чем удивят жителей? Сегодня в Москве состоялась традиционная прямая линия президента России. Еще до начала ее работы в прямом эфире в адрес главы государства поступило более полутора миллионов вопросов от жителей практически всех регионов Российской Федерации. Вопросы самые разнообразные. Они касались развития экономики страны, международных отношений, повышения пенсии, поддержки многодетных семей, жилищно-коммунальных услуг, строительства детских учреждений, лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания. Для Ненинского округа, как и для других регионов, в частности Псковской области, откуда было обращение на прямую линию президента, актуальна проблема нехватки врачей, отметил губернатор Ненинского округа в ходе просмотра прямой линии. Отчасти она связана с отсутствием жилья для врачей и фельдшеров. Это подтверждается на примере наших сел, где на сегодняшний день действительно нет жилья, сказал Александр Цибульский. Глава региона отметил, что власти округа в соответствии с заявлением президента готовы решать вопросы обеспечения медиков жильем. В регионе к августу будет разработан типовой проект фельдшерских здравпунктов, которые будут состоять из двух раздельных зон с отдельными входами – жилой и медицинский. Жилой части здания построят квартиры для медицинских работников за счет средств окружного бюджета. Округ рассчитывает на строительство в 2020 году при помощи средств федерального бюджета девяти новых ПАПов. Профильный департамент берет на контроль процесс взаимодействия сторон по контракту на отсыпку участков для многодетных семей в районе улицы Авиаторов. Такое решение было принято по итогам выезда на объект, где сейчас ведутся соответствующие работы. Ход исполнения контракта оценивали представители всех сторон, заинтересованных в скорейшей готовности участков. Все подробности в нашем следующем сюжете. История с выдачей земельных участков многодетным семьям уходит своими корнями в далекий 2012 год. Хорошая задумка не была должным образом оформлена. И по факту многодетные родители получили от мэрии земли, заросшие кустами ивы, которая к тому же затапливала в период половодия. К 2015 году на участках должны были произвести отсыпку до безопасной отметки. Но и эти обязательства не были выполнены. Кроме того, до 2014 года многодетные семьи платили за эти участки, непригодный на тот момент для строительства налог. Сколько лет налог уже не платить? Года четыре, наверное. А до этого? Мы платили, как будто у нас есть земля, хотя на самом деле земли не было вообще. Были кусты, мы приходили сюда, печально смотрели на эти кусты, ну и уходили, естественно. Семь лет ожидания. Именно столько времени в мечтах и надежде о собственном доме живет семья Светланы Карпицкой. За это время у многодетных родителей родились четвертый и пятый ребенок. Сначала было очень радостное настроение, когда мы получили участки. У меня подруга как раз по соседству. Потом ждали, ждали, потом все угасало. В 2017 году ответственность за подготовку земельных участков для строительства ИЖС взяли на себя окружные власти. В настоящее время на отсыпаемой территории формируется 84 земельных участка. Работы выполняет Наринмаш «Строинвест». Сегодня подрядчик заявляет о том, что работы выполнил, но денег за это не получил. Заказчик, в свою очередь, утверждает, что есть основания полагать, что объемы и качество этих работ не соответствуют контрактным обязательствам. В свою очередь, руководитель окружного профильного ведомства попросила представителей подрядной организации сегодня же представить подрядчику все необходимые документы, в том числе акты по экспертизе выполненных объемов. «Центр-стройзаказчик, у меня большая просьба. Максимально сжатые сроки. День-два. Проверьте, пожалуйста, документацию. И в департаменте проведем встречу вас и подрядчиков». Совещание по вопросу формирования земельных участков в микрорайоне Старый аэропорт состоится 21 июня. Присоединиться к обсуждению могут и многодетные семьи. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Стало известно имя подрядчика, который выполнит реконструкцию автодороги Нарьянмарыскателей. Это московская компания «Сымкострой». Сумма контракта составила порядка 500 миллионов рублей. Согласно его условиям, реконструкция должна быть завершена до 20 декабря 2020 года. В «Централизованном стройзаказчики» пояснили, в рамках масштабных работ предстоит расширить проезжую часть. Кроме того, появятся новые пешеходные зоны и велосипедные дорожки, автобусные павильоны, автостоянки, энергосберегающие освещение и дорожные съезды. Также обустроят отдельные тротуары для передвижения маломобильных групп населения. Масштабную реконструкцию проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», финансирование которого осуществляется за счет средств окружного бюджета по государственной программе развития транспорта. Добавлю, автодорога Нарьянмарыскателей – один из крупнейших объектов, реконструируемых в рамках НАЦПроекта в 2019 году. Реализацию проекта партии «Единая Россия. Новая школа» в Неницком округе обсудили на заседании регионального общественного совета. В повестку дня вошли три вопроса. В частности, речь шла о результатах работы партпроекта за первый квартал текущего года, о развитии студенческих отрядов и аттестации педагогов. Российское образование затрагивает интересы каждого, поэтому улучшение его качества является одним из приоритетов партии «Единая Россия». В связи с этим необходимо провести реконструкцию строительства зданий школ, обновление оборудования, переподготовку, расширить сферу дополнительного образования детей, создать доступную образовательную среду и другие. Данная работа в рамках проекта ведется и в Неницком округе. В частности, был проведен мониторинг питания в образовательных организациях и строительство новых учреждений для образовательной сферы. Также в регионе ведется работа по подготовке к реализации программы «Земский учитель». В апреле месяце очень успешно в регионе прошло обсуждение такой социальной программы, как «Земский учитель», которая должна вступать с 1 января 2020 года и предполагается для населенных пунктов, пока еще с неопределенной численностью, выделение за счет федералов 1 миллиона. Мы отправили свои предложения с тем, чтобы обязательно распространить возраст на данной категории людей до 50 лет, но 1 миллиона, на наш взгляд, недостаточно, потому что получить в Костромской области миллион и миллион здесь для того, чтобы работать в УСКАРе, это есть небольшая здесь разница. И поэтому наше предложение, чтобы обязательно хотя бы учли северный коэффициент при привлечении вот таких вот арктических учителей. Вместе с этим 50% педагогов, работающих в отрасли, должны будут пройти новую систему аттестации. Она состоит из нескольких этапов и стартует с 2020 года. Мы постоянно говорим о качестве образования и новой аттестации, в том числе и наш проект «Новая школа» как раз позволяет отражать общественные предложения для того, чтобы было выполнено самое главное – это обеспечить конституционное качественное образование наших детей на территории Нинецкого автономного округа. Вопросы, которые участники регионального общественного совета обсудили на заседании, также будут вынесены на традиционную педагогическую конференцию, которая пройдет в Нарьинмаре в конце августа. Сам себе работник. В столице региона завершился прием документов на внеочередной конкурс грантов по поддержке начинающих предпринимателей. Всего поступило 6 заявлений на общую сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей. Среди проектов – разведение кроликов, оказание медицинских и транспортных услуг, открытие пункта проката катамаранов, химчистки, мягкой мебели и кузницы. Максимальная сумма бюджетной поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели – 500 тысяч рублей. Если на грант претендует организация, входящая в приоритетную целевую группу, сумма может быть увеличена до 1 миллиона. Напомню, деньги предоставляются на безвозмездной основе для софинансирования расходов бизнесменов. Одно из обязательных условий конкурса – соискателю необходимо предусмотреть собственные расходы на реализацию проекта в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта. Как сообщили в региональном департаменте экономики и финансов, сейчас экспертная комиссия приступила к рассмотрению поступивших заявлений. Результаты будут объявлены после 12 июля. Медаль за любовь и верность в этом году получат 69 семейных пар из Неницкого округа. Об этом пишет пресс-служба региональной администрации. Сама же церемония награждения состоится 8 июля во Дворце культуры Арктика. Помимо вручения медалей, гостей праздничного вечера ждет концертная программа. Между тем, по традиции, в этот день на сцене будут чествовать и молодоженов, заключивших брак 8 июля. Что касается семей, которые представлены к награде, то 32 из них проживают в Нарьинмаре, еще 37 – в сельских поселениях. Напомню, медаль за любовь и верность является общественной наградой Российской Федерации. Ее могут получить лишь образцовые супруги с крепкими семейными устоями и отношениями, воспитавшие детей достойными членами общества. При этом стаж брака должен быть не менее 40 лет для семей с двумя и более детьми и не менее 45 лет для семей с одним ребенком. Наряду с окружной столицей праздник отметят и в поселке Искателей. На центральной площади будет организовано народное гуляние. Торжественные мероприятия также пройдут в Нельмином Носе, Амдрме, Бугрино, Антиге, Великовисочном, Каратайке, Коткино, Красном, Неси, Оми и Тельвиске. Лето – пора отпусков. Жители округа, измученные долгими полярными морозами, спешат к морям и океанам. Лето Нарьинмар заметно пустеет. По статистике, каждая вторая семья старается в этот период выехать за пределы региона. Наши корреспонденты выяснили, где предпочитают отдыхать на Нарьинмарце этим летом и какие правила надо соблюдать, чтобы отдых стал действительно запоминающимся и безопасным. Самое популярное среди наших земляков направление этим летом – Турция. К слову, она не сдает позиции уже не первый год. На втором месте – Тунис, а завершают тройку лидеров курорты России. Кроме того, жители Ненецкого округа выбирают Кипр и Болгарию. Гораздо реже – европейские курорты. Среди них первенство за Испанией. Что касается стран Европы, то в связи с тем, что туда необходимо делать визу Шенген, достаточно сильно влияет это на спрос. И люди, даже если бы хотели, не все могут себе это позволить. Связано это с получением биометрии, которую необходимо сдавать либо в Нарьинмаре по набору группы, либо выезжая за пределы города. Поэтому европейские страны, они, конечно, уступают популярности. Что касается продолжительности отдыха, то наблюдается тенденция к его сокращению. Если раньше жители региона предпочитали туры продолжительностью от двух недель, то в этом году намечается тенденция к сокращению в продолжительности до недели. Если в начале года мы ориентировались на то, что средняя стоимость одного тура будет составлять где-то около 48 тысяч, в прошлом году она была 46, в этом году мы уже сейчас можем сказать, что она превысила эту цифру и сейчас составляет где-то около 50 тысяч на одного человека. Конечно, это средний чек, он достаточно усредненная цифра. Кроме того, в связи с массовым отдыхом северян управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу информирует об эпидемиологической ситуации на популярных туристических направлениях. Так, по информации, на сегодняшний день в странах с тропическим климатом – Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия – сохраняется неблагополучная ситуация по холере, малярии, лихорадке Данге и Зика. В странах европейского региона – Чехии, Италии, Франции, Греции, Украине и Грузии – продолжают регистрироваться случаи кори. Поэтому, чтобы отдых оставил только приятные впечатления, специалисты рекомендуют соблюдать миры профилактики, среди которых прививки, соблюдение гигиенических требований и профилактика кишечных заболеваний. В столице региона стартовал летний сезон благоустройства городских дворов и улиц. Планы не то что грандиозные, но сделать мэрии предстоит многое. Например, появятся новые скверы, парковки, детские, а также спортивные площадки. Привести в порядок собираются и пешеходные зоны, чтобы людям было комфортно передвигаться в любое время года. При этом часть объектов построят в рамках федеральной программы «Городская среда». О том, как изменится Наринмар, расскажет Олег Отанзейский. Пешеходная зона между первой городской школой и так называемой «Красной шапочкой» сегодня больше напоминает деревенскую улицу. Повсюду песок и ржавый кабель, торчащий из-под земли. И такой неприглядный вид здесь наблюдается уже десятилетиями. Парадоксальная ситуация. Центр города, казалось бы, проходное место в сутки, как минимум сотни пешеходов. Многие с колясками ведь рядом, детские сады, школы и другие социальные учреждения. Но вот тротуара здесь как не было, так и нет. Весной эта пешеходная зона и вовсе превращается в полосу препятствий. Снег, который падает с крыши соседнего здания, фактически не убирают. Ждут, пока он сам растает. Впрочем, скоро все изменится в рамках летнего благоустройства. Здесь появится тротуар и парковка для автомобилей. Все то, чего горожане ждали уже давно. Это более удобнее, потому что здесь песок. И мне кажется, это не очень хорошо. Это некомфортно. Снег же тает и начинается гляша. Естественно, здесь не пройти, здесь неудобно. То есть все обходят. Земельный участок, расположенный вблизи детского сада «Семицветики» и центра занятости населения, пустует не первый год. Когда-то здесь планировали начать стройку. По периметру установили высокий забор, однако на этом все закончилось. И вот пустующей земле, наконец, нашли применение. Через несколько месяцев на этом месте появится современная детская площадка, провести время на которой сможет абсолютно каждый ребенок. Обновят инфраструктуру и в микрорайоне «Мирный» на переулке «Рождественский» построят полноценную спортивную площадку с мини-футбольным полем. Местным детям больше не придется ходить далеко, чтобы поиграть со своими друзьями. А вот так будет выглядеть будущий сквер рядом с пятой городской школой. Он появится этим летом. Между тем, работы по строительству мини-парка уже начались на рыбокомбинате. Комфортные тротуары, скамейки и урны для мусора – казалось бы, мелочь. Впрочем, ныринмарцы уже оценили предстоящие преобразования. Не забыли власти города и о местных предпринимателях. Для них возле стоматологической поликлиники оборудуют специальную площадку под торговые павильоны. Здесь же создадут парковочные места. В следующем году сами бизнесмены намерены установить новые лавки, чтобы покупатели радовались не только свежим фруктам, но и внешнему виду павильонов. Ряд объектов в этом году построят в рамках программы «Комфортная городская среда». То есть с привлечением федеральных денег остальные на средства местного бюджета. Так, например, реконструируют многострадальную дорогу, ведущую старый аэропорт. Из тех, что важных таких, так сказать, объектов, которые в оборудовании участвуют в связи с передачей дороги – это реконструкция авиаторов улицы. Конкурс уже прошел. Там 80 миллионов, например, на ее реконструкцию. Ну, правда, оно будет с переходящей на следующий год. Вот порядка 50 миллионов будем осваивать в этом году. Подрядчик уже, как сказать, определен. Вот, и мы тоже заключаем все соглашения и будем работать. Работы по благоустройству городских дворов и улиц должны завершиться до наступления первых холодов. Ознакомиться с полным списком проектов, которые будут реализованы в этом году, можно в интернете на официальной страничке «Мэрии ВКонтакте». Сотрудники администрации подготовили отдельный видеоролик о планах на предстоящее лето. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. «Север ВКонтакте» «Север ВКонтакте» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова